Отчитки Я только один раз побывал на отчитках у Игумена Дриана, но этого было более чем достаточно. В битком набитом храме раздавались отчаянные и, в самом буквальном смысле, нечеловеческие крики. Люди рычали, блеяли, визжали и кудахтали, а ругались так, хоть уши затыкай. А иные крутились елой и со всей силой грохались озимь. Причем было видно, что они сами от себя такого совершенно не ожидали. Один интеллигентный мужчина с перепуганным до смерти лицом носился по храму, хрюкал как кабан и в изнеможении опустился на пол лишь после того, как его насильно потащили к священнику и окропили святой водой. Отчитка — это русское название экзорцизма, особый молебен — чин изгнания бесов. Происходящее жутко описывать, а присутствовать на подобных действах еще страшнее. Как это все выдержал отец Адриан, не знаю. Начинал отец Адриан свой монашеский путь в Троице Сергиевой Лавре. Там он тоже занимался отчитками, но скрыто, не на виду какой-то отдаленной от туристических маршрутов церквушки. Рассказывают, что однажды монастырь приехали высокопоставленные советские работники и на свою беду захотели дотошно смотреть все достопримечательности без исключения, в том числе и храм, из которого доносились странные крики. Делать было нечего, и монахи привели их в церковь, где косноязычный и с виду какой-то растрепанный отец Адриан как раз читал заклинательные молитвы. Экскурсанты остолбенели. Они увидели валяющихся на пол людей, орущих дикими голосами. Но представьте себе состояние высокопоставленных гостей, когда одна из прибывших с ними дам, ответственный советский работник вдруг зашипела, замяукала на весь храм, словно мартовская кошка. В довершение всего заорала такие непристойности, что и бывалые мужчины ничего подобного не слышали. Позже эта дама снова приехала в Лавру, но теперь уже одна. Она разыскала отца Адриана и задала ему единственный вопрос. «Что со мной было?» Батюшка Адриан, как человек простой, и ответил ей по-простому. «Да в тебе бес сидит, от него твои беды». «Ну, почему именно во мне?» Возмутилась дама. «А это ты не у меня, спрашивай, а вот у него». И отец Адриан ткнул перстом в икону страшного суда, прямо страшное изображение рогатого и омерзительного существа. «Да не убивайся ты. Может, Господь это попустил, чтобы тебя через болезнь к вере привести?» И отец Адриан как в воду глядел. Дама стала приезжать в Лавру и исповедовалась за всю свою жизнь, причастилась. И приступ обеснования с ней больше не повторялось. И вскоре отец Адриан сказал, что больше ей на очитки ходить не надо. Вера во Христа, участие в таинствах церкви – все это изгоняет любую духовную нечисть из человеческой души. Отчитка или изгнание бесов – дело мало того, что неспокойное, но и весьма опасное. Чтобы в этом убедиться, достаточно один раз попасть на подобный обряд. Впрочем, все это относится к настоящей очитке, потому что на них, без сомнения, нередко встречаются симулянты, кликуши, ну или действительно психически больные люди. Но бывают и особо отвратительные случаи – игра в очитку со стороны исцелителя. Слава Богу, это встречается нечасто. Святитель Игнатий Бричанинов писал о подобных субъектах следующее. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – это старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея никаких духовных дарований. Бесы, как паразиты в теле человека, и о них можно не знать, даже не верить в их существование, но они действительно паразитируют в душах и незаметно для своих хозяев управляют их мыслями и поступками. А те и понять не могут, почему с ними происходят странные, дурные и несуразные вещи. А вся жизнь превращается в переливание из одной ошибки в другую. У церкви есть все возможности к исправлению таких судеб, но дело в том, что исцелиться человек может лишь изменив себя. Молитва священника деятельна, но всего лишь помощь. Разумеется, не все священники способны совершать чин изгнания бесов. Отец Адриан был чуть ли не единственным в те 80-е годы, кто брался за это дело. Кажется, был еще отец Василий в Эстонии. Архимандрит Иван Крестьянкин скептически относился к этой практике. Не потому, что он считал это чем-то неправильным, но потому, что был убежден, что тлетворное воздействие из духовного мира человеку необходимо исцелять личным покаянием, таинствами церкви и трудом по исполнению Христовых заповедей. Хотя и он не отрицал пользы, которые может принести участие в молебнах заклинательными молитвами. Но часто скорбел, что те, кто приходят на отчитки, хотят исцелиться, не приложив собственного труда. А такого в духовной жизни не бывает. Отчитка – это не только тяжелое, но и весьма опасное дело. Как-то мне послушнику довелось быть на приходе у отца Рафаила. Это был престольный праздник в его деревенском храме, в день памяти святителя Митрофана Воронежского. К овсеночной приехали несколько священников из соседних приходов. Между ними был батюшка, который сильно меня удивил. Во-первых, у него был полный рот золотых зубов. А во-вторых, когда мы укладывали спать в единственной комнате кто-то на кроватях, кто-то на полу, он, сняв свой священческий подрясник, надел специально привезенный с собой особый белый подрясник для сна. На мой недоуменный вопрос священник серьезно сообщил, что это я, мальчишка, могу спать в трусиках и в маечке, а он, священник, должен отходить ко сну в подряснике. Вдруг именно в эту ночь будет второе пришествие Иисуса Христа? Что же ему, Ирию Божию, встречать Господа в трусах? Мне так-то понравилась такая его вера. Еще интереснее было происхождение золотых зубов батюшки. Вообще-то у священников это редкость. Ну ладно один там, два зуба, а тут полон рот. В общем, кто-то не удержался и спросил, откуда у него такая красота. И вот священник, усевшись с ногами на кровати в белом подряснике при свете ночника, поведал собравшимся свою историю. В миру он заведал областной киносетью и на высокой должности и позолотило души себе уста, но нравилось ему так. Несмотря на род деятельности, он был очень набожным, жил вдвоем с маменькой, и был у них духовник-старец где-то на глухом приходе в Белгородской области. И вот пришло время, и старец благословил ему готовиться к принятию священного сана. И через год его рукоположили и назначили настоятелем в деревенскую церковь неподалеку от райцентра. И так прослужил он десять лет. Белгород похоронил маменьку, а время от времени наведывался к своему духовнику и к старцам в Псково-Печерский монастырь. И вот однажды из райцентра к нему привели бесноватую девочку. Сначала священник ни в какую не соглашался совершать отчитку, заверяя, что не готов к такому великому делу. Но в конце концов мать девочки и прочие родня батюшку уговорили. «Понимая, что дело предстоит серьезное, священник посвятил целую неделю посту и молитвы и только тогда впервые в жизни совершил положенный чин. Девочка исцелилась. И священник очень обрадовался и за девочку, и за себя. За девочку, потому что дитя и в самом деле перестало мучиться, страдать за грехи родителей, ну а за себя, поскольку почувствовал, что и он не так прост». И вот прошло недели две. Как раз после обеда батюшка уселся в кресле у окошка и раскрыл областную газету, ознакомиться с новостями. Дочитав увлекательную статью, он опустил газетный лист и окоченел от ужаса. Прямо перед ним стоял он, тот самый, кого удалось изгнать из девочки. Он просто стоял и внимательно смотрел батюшке прямо в глаза. От одного этого взгляда священник, не помня себя, выскочил в окно и бросился бежать напролом неведомо куда. Батюшка был человеком грузным и совершенно неспортивным, но начал он приходить в себя, лишь пробежав несколько километров. Не заходя домой, он направился в Псков, занял друзей денег и поехал к своему старцу-духовнику. Для начала старец, как следует, отругал свое чадо за самочиние. К таким делам, как отчитка, нельзя приступать без особого благословения и молитв духовника. Этим наш священник самонадеянно и легкомысленно пренебрег. Так же, как нельзя после временных побед, дающихся не за наше достоинство, а по благодати Божией и молитвам церкви расслабляться, почитывать газетки, а особенно в глубине души тщеславиться и умиляться своим несравненным духовным подвигом. Старец также напомнил слова преподобного Серафима Саровского, что дьявол, если бы ему было попущено Богом, мог бы по ненависти своей мгновенно уничтожить мир. В конце беседы старец предупредил свое духовное чадо, чтобы тот был готов к новым испытаниям. Одним лишь лицезрением врага человеческого рода его приключения не закончатся. Дьявол обязательно найдет время жестоко отомстить самонадеянному, но духовно весьма еще слабому батюшке, ступившему неподготовленным в открытый бой силами зла. Старец пообещал молиться и отправил его во свояси. Минуло месяца полтора, священник уже стал подзабывать о случившемся, как вдруг однажды ночью к нему постучали. Батюшка жил один. На вопрос, кто пришел столь поздно и что посетителям надо. Из-за двери ответили, что приехали звать его в соседнее село к умирающему. Нужно причастить. Батюшка открыл дверь, и на него сразу набросились несколько человек. Они жестоко его били, выпытывали, где он хранит деньги. Священник показал им все, кроме одного места, где он хранил ключи от храма. И взяв, что смогли, злодей напоследок клещами вырвали у батюшки золотые зубы. Прихожане нашли своего священника еле живым. От боли во рту он даже не мог кричать, он лишь стонал. В больнице батюшка провел несколько месяцев, а когда бандитов нашли и пригласили потерпевшего для познания, он, увидев их, не выдержал и заплакал, как ребенок. Но не зря говорят, время все лечит. Священник поправился и снова стал служить в своем храме, а прихожане, благодарны за то, что священник не выдал, где хранит ключи, и геройски сохранил неурядимый их храм, собрали деньги батюшки на новые зубы и снова золотые. То ли вкус у них был такой, то ли священник уже не мыслил себя без золотых зубов. Сам я только однажды брался за подобное дело. Ну, конечно, не за отчитку, а лишь восполнил до конца таинство крещения одного мальчика, сокращенное когда-то неизвестным мне священником. Служил я в то время в Донском монастыре, как-то ко мне пришел мужчина, лет сорока, подполковник милиции, Валерий Иванович Постоев, он был неверующим и даже некрещенным. Но кроме как в церковь, идти ему было некуда. С его единственным десятилетним сыном Валерой творилось что-то немыслимое. В присутствии мальчика стали загораться вещи, сами по себе. При появлении Валеры горело все – холодильники, подушки, стулья, кровати и шкафы. В гости семейство Постоевых уже не ходило. Пожар был обеспечен в течение двадцати минут. В школу мальчика по той же причине не пускали. Валеру осматривали врачи, экстрасенсы, сотрудники ФСБ и еще каких-то особых закрытых учреждений, но все было бесполезно. В нескольких газетах даже вышли сенсационные репортажи с фотографиями мальчика и пожарищ. Но родителям было не до славы. На всякий случай они окрестили сына. Однако все по-прежнему горело. И вот отчаявшийся подполковник забрел Донской монастырь. Кто-то посоветовал ему помолиться у только что открытых мощей святителя Тихона. Здесь мы и встретились. Я никак не мог взять в толк, почему после крещения пожары не прекращались, пока не задал вопрос, а сколько времени продолжалось крещение ребенка. И подполковник ответил, что меньше получаса. Обычно крещение одного человека происходит гораздо дольше. И сразу стало понятно, священник, который совершал таинство, пропустил особые древние молитвы, которые в церкви называют заклинательными. Их всего четыре, и некоторые из них довольно длинные. К сожалению, бывает, что священники, особенно, как сейчас говорят, модернистки настроенные, пропускают эти молитвы, считая их ненужными. А ведь именно в них церковь властью, данная ей от Бога, просит об избавлении человеческой души от гнездящегося в ней древнего зла. Но нашим модернистам все это кажется курьезным и архаичным. И они боятся показаться несовременными и смешными в глазах прихожан. Хотя я ни разу и не видел, чтобы при крещении это вызывало хотя бы усмешку у людей даже мало церковных. Я написал про Валеру Постоева отцу Иоанну, и тот ответил, что надо восполнить непрочитанные над мальчиком заклинательные молитвы. Так мы и сделали в храме Донского монастыря. И с этого дня пожары закончились. После этого случая подполковник сам окрестился, а все его домашние стали нашими прихожанами. Мальчик давно уже вырос и тоже стал майором милиции. Сейчас он преподает в Московской высшей школе милиции и вспоминает о прошедшем по сохранившимся в семейном архиве фотографиям квартирных пожарищей. КОНЕЦ КОНЕЦ